Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня на обзоре студийные полноформатные релизы воистину потрясающей дед метал группы из Флориды Morbid Angel. Уверен, что многих любителей тяжелой экстремальной музыки она в свое время зацепила особенным саундом, музыкальной находчивостью и, конечно же, демоническим вокалом. Плюс талант гитариста Треа Зактата просто не может никого оставить равнодушным. В общем, это что-то, но давайте обо всем более подробно поговорим в видео. Как правило, биографические данные группы я не озвучиваю, так как суть моих видео такого плана – это исключительно обзор музыки. Но упоминаю дату создания коллектива. Это я делаю для того, чтобы было понимание, во-первых, о каком времени мы говорим, а во-вторых, напомнить о том, какие музыкальные настроения царили тогда в экстремальном андеграунде и мейнстриме. Так вот, группа Morbid Angel образовалась в 1984 году, а дебютный студийный планаформатный альбом Outers of Madness выпустил в 1989. Это великолепная работа, наполненная льющимися беспрерывным потоком дикими атональными рифами, реально впечатляющей работой, проделанной за барабанами и грозным рычанием Дэвида Винсента. К слову, Дэвид Винсент в будущем выдаст вокал еще лучше, это при том, что и здесь он звучит очень круто. Да и вышеупомянутые гитарные рифы, начиная с реверснутого вступления и заканчивая последним рифом закрывашки Evil Spells, это монумент гитарной металлической мысли, впрочем, как и гитарные соло. Каждый трек на альбоме – это безжалостный шедевр, готовый отправить слушателя в пучину хаоса и невероятных музыкальных решений. Если включить альбом Outers of Madness, то выключить его, пока он не отыграет от начала до конца, просто невозможно. В общем, работа очень крутая и очень жаль, что короткие музыкальные нарезки, которые можно вставлять в ролик, не позволят передать и одной сотой того, что Morbid Angel пытались вложить в свою музыку. Следующий полноформатный альбом – Blessed is the sick, группа выпустила в 91-м году. Этот альбом также хорош, как и его предшественник, хотя, конечно, он разительно отличается от дебютника. Здесь треки построены на сочетании сверхбыстрых и медленных музыкальных рисунков, которые с невероятной грацией перетекают из одного в другой. Музыканты показывают совершенно нестандартные гитарные рифы, и пока слушатель только пытается в них въехать, они уже прерываются короткими сбивками и направляются в совершенно другую сторону. Причем разъединенные сбивками рифы могут в корне отличаться по своей природе. Это полностью рушит привычную схему написания типичного металлического материала. Многие группы впоследствии попытались заимствовать этот подход, но до такого результата, которого смогли добиться Morbid Angel, мало кто добрался. Напоминаю, это 91-й год. Следует, наверное, упомянуть, что Abominations и Uncharted Blasphemous – это темы, которые впервые появились еще на дебютном демо-группе Scream for Blasphemous 1986 года. Весь остальной материал очень хорош. Возможно, открывашка немного проседает, но только в сравнении с остальными оригинальными песнями на альбоме. Да, инструментальные композиции на контрасте заходят очень хорошо. Так что же такое Blessed as a Sick – классика или шедевр? Наверное, и то, и другое. Abominations of Desolation 91-го года – это альбом, который был записан еще в 86-м, но забракованный Треем Азактатом. Я так понимаю, выход этого альбома был полностью инициирован лейблом на волне растущей популярности группы. По большому счету, в плане музыки это очень грубый трэш-метал, и он неплох. Я бы мог сравнить его с Plage to Kill от Creator. Однако, слушая его и зная, что группа выдаст впоследствии, недовольство Троя можно понять. Covenant 93-го года – это альбом, который наряду с двумя первыми релизами можно считать золотой классикой группы. Из факторов, которые могли повлиять на звук, здесь стоит отметить. Первое – это уход из группы гитариста Ричарда Брунова. Но хоть альбом и был записан в качестве трио, его материал ничуть не уступает предыдущим релизам. И второй момент – Covenant – это первый альбом, который вышел на крупном лейбле. Из-за этого были опасения, что группа смягчит звучание. Однако, этого не произошло. Morbid Angel выпустили великолепный альбом, наполненный фирменными сменами динамики, безупречным гитарным исполнением, великолепной игрой на ударных повелителя двойного бас-барабана Бита Сандовеля и, конечно же, отменным вокалом Дэвида Винсента. Кстати, именно на этом альбоме вокал Дэвида мне нравится больше всего. Я считаю, что этот релиз должен послушать каждый любитель тяжелого экстрима. Доминейшн 1995 года Я так понимаю, что альбом достаточно спорный. С одной стороны, он отлично записан, прекрасно сведен и на выходе мы имеем очень крутой звук, а с другой песни стали значительно проще. Только не думайте, что я говорю об уходе в примитивность, ни в коем случае. Все инструментальные партии по-прежнему собраны и исполнены прекрасно. Речь идет о том, что треки стало воспринимать интуитивно проще. По крайней мере, их построение легче угадывается. Примерно понимаешь, какой риф будет следующий и в какую сторону сместится общая динамика песни. Однако, на этом альбоме есть флагман низкотемпового дедметалла, это песня We're the Swim Leaf, которую лично я считаю одной из лучших в этом направлении, и которая, кстати, попала в мой топ-10 дедметал песен. На альбоме также есть несколько треков, сделанных исключительно для придания атмосферы, и они не несут в себе никакой музыкальной ценности вне альбома. Лично меня такие приколюхи уже давно не цепляют, и я их просто проматываю. Что же касается альбома в целом, то он хорош, и слушать его стоит обязательно. Хотя в моем окружении людей, которые бы увлекались тяжелой экстремальной музыкой и не слышали его, нет. Фомио с Fatal to the Flash, альбом 98-го года, без Дэвида Винсента. Его заменил Стив Такер из малоизвестной дедметал группы Cerimony. И надо сказать, что Стив вполне неплохо вписался в коллектив, и хорошо справился с очень сложной задачей. В первую очередь моральный, заменить в топовой группе легенду дедметалла. Гроул Стива, возможно, более глубокий, чем у Дэвида, но, как по мне, менее самобытный. Возвращаясь к музыке альбома, хочется отметить звук. Группа в своем звучании, можно сказать, вернулась к корням. Более грязный саунд, нежели на выверенном Domination, придал работе эстетику грубого аутентичного дедметалла. И я считаю, что это был очень рискованный шаг, особенно для 98-го года, да еще и с новым фронтменом. Однако, надо признать, что альбом получился более чем хорош. Лично я с удовольствием его слушаю вплоть до песни Covenant of Dead. Гейтвейс to Annihilation 2000 года. Альбом получился более медленным и мрачно гнетущим, нежели предыдущая работа. Но время от времени небольшие всплески скорости все-таки прорываются сквозь стену рифов, чтобы немного разрядить обстановку. Стив стал звучать как неотъемлемая часть коллектива, что отлично слышно не только в его вокальной работе, но и в песне, которую он написал для этого релиза. Отдельно хочу отметить звук барабанов. Здесь он превосходный и отлично раскрывает технику игры пита. Гитара и аранжировки трея, как всегда, прекрасны и определяют общее звучание группы. И если я не ошибаюсь, то в песне Secute Limitations трея исполнил основную партию вокала. Получился такой околоблокерский скрим. Звучит забавно. В целом, альбом неплох. Это, конечно, не самая крутая работа в дискографии Morbid Angel, но однозначно лучшая без вокала Дэвида Винсента. По поводу альбома Heritage 2003 года я слышал довольно много плохих отзывов и негативной критики. Типа, что и материал стал проще, и звучание с современным уклоном. Наверное, отчасти я с этим согласен. Однако, всех характерные и узнаваемые музыкальные фишки, которые отличают Morbid Angel от других групп, тут присутствуют. Мы по-прежнему слышим великолепную и узнаваемую работу гитары, барабанов и вокала. С саундом, возможно, да, промахнулись. Лично меня больше всего напрягает размазанный звук гитары, который, я считаю, не очень подходит для датметалла. Но, опять же, это очень субъективно. Дэвид Винсент В 2011 году вышел альбом Илют Дивина Мансанус. Еще в 2004 году Дэвид Винсент вернулся в группу, а Трей был выставлен на мороз. И на альбоме 2011 года мы слышим вокал и бас Дэвида. А вот Пит не смог принять участие в записи по состоянию здоровья. Его заменил Тим Юнг, а это вам и Найл и Вайтл Ремейнс. На вторую гитару был принят некто Дистрактор, чье гитарное мастерство впечатлило самого Трея. Со стороны все выглядит очень круто. Однако, по факту, группа выдала альбом до краев переполненный каким-то невнятным индастриалом. Если честно, то я с трудом осиливаю эту работу тогда, да и сейчас мое мнение об этом альбоме не поменялось. Он мне не нравится. Kingdom's Disdained – это последний полноформатный альбом группы, вышедший в 2017 году. На место вокалиста опять вернулся Стив Такер. А место за барабанами занял Скотт Фуллер. Для меня фигура в тяжелой экстремальной музыке неизвестная. Однако, судя по его игре, он очень хорош. Вот только сам характер звука барабанов на альбоме мне не очень нравится, особенно во время скоростных участков. Гитара Троя тоже, кстати, звучит как-то приглушенно. В целом же, альбом вполне должен оправдать ожидания фанов группы. Команде, на мой взгляд, удалось выдать свой фирменный дэдметал, не похожий ни на одну другую группу, работающую в этом жанре. Камбэк действительно порадовал и показал, что группа снова в строю. Хоть Morbid Angel считается одной из самых значимых групп в дэдметалле, но, как правило, когда разговор заходит об их творчестве, то все вертится вокруг первых трех альбомов. Это, наверное, не очень справедливо, так как, на мой взгляд, у группы, помимо трех первых работ, есть еще интересные и крутые релизы. Исключением является только альбом 2011 года, но он объективно звучит очень странно. Даже музыканты, по всей видимости, поняли, что свернули куда-то не туда и в итоге все исправили. Поэтому вполне можно надеяться на то, что новый альбом вполне оправдает ожидания. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!